полтора миллиона призывников это недостаточно в думе опять воюют с нато а тем временем воют z-блогеры погибать хочет все меньше россиян не спасают даже рубли и для царя только хорошие новости или история о несуществующей железной дороге путин даже не подозревает как хлопа держит его в дураках показывая это на весь мир дальше обо всем подробнее поехали член комитета думы по войне соболев считает что полтора миллиона призывников это недостаточно напомню путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности вооруженных сил россии у нас очень серьезная военно-политическая обстановка складывается на северо-западном стратегическом направлении на среднеазиатском стратегическом направлении на дальнем востоке и так далее и так далее безусловно нам необходимо увеличивать численность армии на уже сейчас уже указ есть о значит доведение численности до полутора миллионов но я считаю что это недостаточно для того чтобы парировать все те угрозы которые возникают перед нашей страной вот связи стоит военно-политическая обстановка которая складывается в настоящее время генерал-лейтенант в отставке всерьез бредит войной с нато и призывает путина загнать всех россиян в окопы по факту желающих отдать свою жизнь ради демилитаризации и деноцификации становится все меньше белгородщина пробила очередной рекорд предлагают за подпись контракта 3 миллиона рублей это более 30 тысяч долларов и что думаете выстроилась очередь подробнее ситуации z пропагандистка татьяна мантян дрочат на эти карты на это продвижение это просто невероятно на потери не смотрят фронт стоит плюс-минус у нас же нет данных по потерям ну и данных конечно нет но мы-то общаемся с людьми какое количество пропавших без вести какое количество погибших ну среди наших даже друзей потери огромные очень много людей погибло которые воюют с незапамятных времен только в последнее время стоимость контракта достигла вот таких вот невероятных денег в том числе из-за того что творится в армии вот подставь себя на место нормального человека захочет он идти в армию где господствуют кузики чтобы тебя обнулили кем-то не был будь то там хоть гением беспилоте хоть кем угодно тебя отправят в мясной штурм причем сознательно и ничего тебе за это не будет твои бабы занимаются воровством гуманитарки в промышленных масштабах всем плевать и ничего никто не делает кто пойдет в такую армию даже за три миллиона удивительно но каких именно условиях воюют мобики раскрыли на рост тв если коротко оккупант вне себя от радости что остался без ноги говорит это лучшее что могло с ним случиться в украине представляете как я был счастлив когда я попал первый раз в госпиталь когда я когда я в москве понял что все мне уже ничего не угрожает и все что со мной случилось это всего лишь нет ноги это было просто у меня слезы в этот момент грустит его жена которая осталась без гробовых на этом счастье героя своего не заканчивается российская медицина дает понять каждому трехсотому ты отработанный материал к примеру племянница путина это замминистра обороны рф анна цивилёва поделилась успехами отечественного протезирования у ветерана от использования такого протеза произошел разрыв крестообразных связок бывают такие истории когда участник программы время героев это президентская программа где готовит высший состав управленцев государственной власти исполнительной законодательной приходил к нам и сказал что он лично получил протез и когда встал на него произошел разрыв крестообразных связок колено и он сам будучи инженером докручивал навинчивал этот протез пытался под себя подстроить не исключено что один цификатор занялся члена вредительством лишь бы не героически погибнуть за величие путина не спасают даже рекордные рублевые выплаты он за блогер максим калашников воят российским военным приходится самостоятельно покупать даже носки и трусы хочу обратить внимание господ белоусова и герасима наведите наконец порядок в учете личного состава мы встретили в соседнем селе ребят кто здесь воюет так вот да как нам сказал нам рассказали не вы за свой счет вот сейчас ли у юры ткачок говорит нельзя ли помочь попросили с теплым бельем теплыми носками холода наступает а где начальник тыла так вот наблюдается они так горько усмехнулись к скале в тылу помнится даже шойгу на белоусова поменяли чтобы тот с коррупцией в российской армии боролся напомню в текущем году расходы бюджета на войну составляют более 11 триллионов рублей журналисты посчитали у 80 процентов российских регионов годовые бюджеты ниже трат россии на войну за неделю бедные регионы отмечены красным регион самым маленьким бюджетом еврейская автономная область тратит в год 15 и 3 миллиарда то есть за 11 триллионов рублей на военные расходы целый регион можно было бы содержать более 700 лет а геноцификаторы все еще воюют без трусов российская коррупция наш главный союзник виноват не тот кто взял а тот кто дал согласен я это вижу вот так вот то есть он взял потому что ему дали рубрика властям виднее путин приказал нанести на карту арктическую железную дорогу северный широтный ход северный широтный ход 1 это от надыма до обской а северный широтный ход 2 это от обской выходит нас обеду вот эти два два участка они несколько маленьким пунктирчиком пока нарисованы есть будет сделано а знаете почему пунктирчиком потому что такой железной дороги не существует то есть путин приказал своим холопом нарисовать на карте то чего в помине нет и и должны были бы построить еще девять лет назад но остался на разве что в отчетах для президента рф который даже не способен загуглить весь мир смеется из диктатора он даже не понимает почему еще один гений мысли всплыл в думе ссср развалилась из-за фильма интер девочка спикер госдумы вячеслав володин во время заседания рассекретил то западное оружие которое пронзило сердце мощнейшего союза в истории им стала киношка о валютной проститутки которая мечтает выйти замуж за иностранца и уехать за границу а вы поглядите с чего начался разрушение советского союза еще во время нации как псс восемьдесят девятом году вышел фильм интер девочка все рук плескали очереди в кинотеатрах секретари цк ходили смотрели это страны не стал ждем сиквел легендарной картины вторая часть просто обязана до развалить империю бронза за лучшую чиновничью идею уходит в иркутскую область начальник области по управлению энергетики и газификации сергей малинкин предложил местным жителям покупать в дома печи ведь русский мужик как глава семьи должен сам думать о тепле в доме а не министерство которое для этого и было создано но без печи и жить это термин такой беспечности как глава семьи надо думать о надежном теплоснабжении переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев поэтому я я вот как гос орган я про то что надежность и жизнеобеспечение это приоритеты и для государства и для ну семьи в конце концов что эта живучесть она сохранялась в любую погоду и коллеги думайте пожалуйста про резервные источники ну то есть на дровяные печи должны перейти даже те немногие иркутяне у кого газ в домах был российские чиновники называют подобную деградацию альтернативой других новостей у меня для вас нет увидимся а